И снова всем привет, друзья! После задержечки, которая у нас образовалась для того, чтобы синхронизировать все трансляции, чтобы все закончили везде играть, у нас начинается последнее противостояние группы B. И именно здесь на трансляции у нас будет игра квест против Бестпост, номинально первое место группы против последнего, но по факту все может измениться. Все три матча, параллельно которые у нас будут идти, все будут очень сильно решать, потому что в этой группе ничего не определено, не считая того, что Бестпост уже точно не выбираются в топ-2. А остальные все команды обязаны бороться кро-физносу для того, чтобы заполучить заветную путевку и желательно без проблем. Вот такая вот у нас ситуация. Как ты думаешь, вот ты за квестом вчера посмотрел, кстати? Да, да, и за квестом, и за Бестпост. Вот прям удалось, удалось выхватить эти матчи. Да блин, Бестпост это реально команда загадка, я не знаю, вот сколько за ними смотрю, вот смотрю какие-то одни матчи, думаю, ну как они вообще могут кого-то выиграть? Ну как вообще можно с такой игрой кого-то выиграть? Вот просто настолько какие-то йолуплеи, забеги, нелогичные действия, там просто фид на фиде, а потом смотришь какую-то другую игру, и они там переворачивают непереворачиваемые. То есть сами создают все проблемы на рунном месте, потом каким-то магическим образом их решают. И мне даже казалось, что после последнего турнира Бестпост реально набрали. Да, мне тоже оказалось, я сильно рейтил их в этой группе, это же в топ-дом записывала, но жидко-то предиктивно, так скажем. Наверное, у тебя много надежды было на Паркера, потому что он действительно выглядел прям очень хорошо, прям какой-то керри, который, возможно, там, не знаю, чуть ли не в топ-5 мира зайдет. Вот, но по факту, по факту как-то поддается все-таки вот этому влиянию Бестпост, какие-то вот эти прям врывы, игнорирования, нажатия БКБ. И вот те игры, которые я смотрел, Бестпост выглядели... Я не могу сказать, что блекло, потому что они блекло никогда не выглядят, но суицидально, да. А то там были такие игры. Это, да, это, в принципе, вся Южная Америка, особенно если это перуанская команда, она всегда этим грешит. Вот почему-то есть у них такой стиль, иногда импульсивные игры. И, как ни странно, почему-то это с годами не меняется, хотя остальные меты межрегиональные, они как-то плюс-минус выровнялись с точки зрения плейстайла. Но если так смотреть по логике вещей, то довольно логично выглядит, как проходит группа Бестпост. То есть они выиграли у полумертвых OG, у которых тоже дела идут далеко не, слава богу, и проиграли всем остальным. Вот, то есть они не смогли больше не заполучить даже нигде одной карты. И поэтому та встреча, которая у них остается, она будет тоже, по идее, с точки зрения вот такой номинальной логики, 2-0 в пользу Квест. И стоит отметить то, что для того, чтобы без проблем закрепиться в топ-2, Квестом и нужно здесь зарабатывать себе 2-0. С 1-1 тоже шансы есть, но могут встрять случаи, там, если у Панта и Экстрим пойдет все не так, как хотелось бы. Сейчас у нас уже драфты начинаются, друзья. Прежде чем приступить к их анализу, я вам напомню то, что вы можете выиграть у нас поездку на Инджерс, Гейминг Ладиаторс или Тундрой, или новенький айфон, или PS5, или другие какие-либо призы. И это, кстати, у вас есть розы, где вы можете принять участие. Чтобы это сделать, вам нужно получить билет. Для этого вам надо кликнуть на баннер по трансляции и следить за нашим телеграм-каналом Paragon Events, потому что там будут выводиться итоги седьмого аппетита получить. А теперь смотрим на эти две загадочные команды. Вот ты совсем не упомянул квестов. Можешь про них в брифе рассказать? Малик, вот это вот все. Да, могу. Мне вообще казалось, что квесты они с этой заменой сильно сдадут, но оказалось вообще не так. Да все так думали. Потому что Малик, он существенно отличается по плейстайлу по сравнению с ТФ. А тут оказалось, что квесты втроем способны создать просто такой движ на карте, что и офленер чувствует себя комфортно, иногда к ним подключаясь. И ТА2000 постоянно имеет суперкомфортную игру на своем каком-то ультимативном хардкере, который постоянно потом, собственно, приводит команду к победе. То есть их логика игры, их вектор, он сохранится. И вообще не выглядит так, что у них есть какие-то проблемы. Очень-очень-очень они хорошо задействуют нуба с двумя саппортами. Прям саппорты там реально очень крутые. Вот. И ТА2000 вот почти не фейлит. Вот в этих моментах, в которых там иногда фейлит корберовую позицию, нигде там не будет какой-то лишний риск брать. Он там просто спокойно возьмет, отфармит свое, когда будет время, выйдет. Вот как против панды было, знаешь, они две игры проигрывали 10 тысяч. Потом выходят там с плэлом или с тб в нужный момент времени, делают просто какой-то один минус, ловят оппонента на ошибки, камбэкают и все. Потом этому герою никто ничего не может сделать. Вот. Что касается, Малик неплохо влился в коллектив. Я не ожидал, если честно. И тут я с тобой соглашусь. Номинально, действительно, они тут 2-0 должны побеждать. Но без кост, без кост вообще опасно предвиктить. Они как... Они... Они очень непредсказуемые, да, я согласна. То, что иногда они могут выдать богоподобный геймплей, а иногда какой-то йолу-гейминг. Это просто как карта ляжет. Это как их душа там сегодня настроена, с какой ноги они встали, что они покушали с утра. Я не знаю, там что-то поострее, или наоборот какую-то кашку покушали, их разморило. В общем, ситуация такая, сложная. Но будем надеяться, что без кост что-то интересное покажут. Опять же, впереди для них еще Десайдерс матч есть. Для них матч все равно важен, несмотря на то, что они уже не выходят дальше, потому что они могут решить себе плейсмент. А сейчас они могут уже его точно решить, потому что уже все матчи закончились группой А, и теперь ты точно знаешь, на кого конкретно они упадут. То есть они могут попробовать намощнить себе матчап поудачнее, в случае, если выберутся чуть-чуть подальше. Потому что там у нас как-то странно все рассинхронено, то, что чем... Короче, последние места парсятся с первыми. А если ты поближе к серединке, то ты с серединками встречаешься с другой группой. Если вот оверол описывать вот этот пассив, который там в Десайдерс есть. Ну, это логично. Это логично, это крест на крест. Так, ладно, у нас тут пока баны. Вообще, интересно, с точки зрения того, что писали, вроде что у Бисткост будет замена Стингера. Пока на месте, в игре посмотрим. Я вижу, что он присутствует в списках, и у меня тут вопрос в списке, они подтягиваются динамически или статически забиты? То есть есть замена или нет? Статически, статически. Да, так что вообще у нас редакторы хорошо учитывают эту информацию, но, возможно, есть факт того, что замена будет именно на Десайдерс, а не сейчас. Хотя логичнее было бы, если игрок чем-то не готов у него какие-то дела или еще что-то заменять его именно на этот матч, нежели чем на решающую Best of 3 для тебя на А15-миллионнике. Ну, не знаю. Да, может быть, действительно будет замена на Десайдерс. Но в любом случае не важно. У Бисткост, на мой взгляд, есть две такие слабости, которые явно бросаются в глаза. Первый — это Даркмага. Очень часто по сравнению с другими мидерами он выдает прям импакт сильно ниже. Начиная прям с лейнинг-стадии и там заканчивая какими-то действиями по карте. Вот. На мой взгляд, это такое слабое звено в Бисткост. Вот. И второй человек — это Скофилд, у которого иногда игра превращается просто... Не знаю, вышел с таверны, побежал, умер, попал в таверну, вышел с таверны, побежал. Зай с предыдущей карты, да. Да-да-да, вот как Зай играет, а вот у него такое постоянное, и вот только если Зай, знаешь, он в какой-то момент перестроится, то Скофилд нет. Скофилд нет, он будет это делать до победного, и потому вот эта замена Стингера, при том, что у них есть две такие нестабильности, казалось мне прям такой максимально опасной. Ладно, в любом случае, в списках он пока присутствует. Тини, которого у нас взяли квесты, это, скорее всего, медовые тини в ответ на Эндерспирита. Ну, в принципе, на нем играет. Не всегда там у него какой-то лютый старт, иногда этот тин из игры выпадает, но в целом команда способна потом дать ему хорошую игру. И он в игру возвращается, а это у них получается. В этом плане они красавчики. Ну, давай. Баны как будто под Templar, кстати, вверху сделаны. Ну, знаешь, не то, что не факт, что именно под парку, то скорее там довольно большой полу герой, который не так хорошо справляется с иллюзионистами, и тамбарки не единственные. Ну, да, но ты не так часто берешь какого-то героя прям рано. Из таких, которые берут прям рано, это вот Templar, мы видели. Ну, наив огромный фанат Templar, да, это факт. Но мне, знаешь, это кажется, что с одинаковым успехом, зная наива, это может быть и какой-то, знаешь, лайфстилер там, я не знаю, или снайпер, или еще какая-нибудь такая лажа. То есть какой-то такой, любой герой, который ратликает не по области. Ну да, ну да. Но я все-таки больше ожидаю, мне кажется, квест больше всего шансов на победу, это с каким-то условным УТП. Ну, тоже, кстати, герои не сказать, что крутое против иллюзионистов. Хотя, если будет ли засыпавал от Тинни, а рано или поздно он будет, то это уже не будет такой большой проблемой. А вот ИТБ. А вот ИТБ. Ну, ясно, понятно. Ну, такая, классическая линия, классическая линия получилась, которую трудновато закрывать, она всегда тебя может рандомно напинать, особенно зная плейстайл Каори, он очень агрессивный ондайн, у него прям так круто выходит давить на этом герое. Не то, что там как-то присутствует на линии, а именно сэдапить очень хорошая ситуация для своего Кэрри и убивать много. Линия мощная, надо что-то предлагать. А у тебя, против тебя котел. Дровку брать не хочется сейчас. Вот она появляется в последнее время, сильный герой против ТБ, но если взять, кто френдлайнить будет? То есть дровка не вариант. С другой стороны, ты можешь подумать о том, как позиции 3 здесь справится. Но против ТБ их не так много. Я бы, если бы играл, я бы взял бы андерлорда, конечно. Мне сказали позицию 3, которая здесь прям максимально идеально подходит. Именно потому, что против ТБ силен, позволяет давить вышки, аура работает эффективно, и аура крайне эффективно работает против тени, у которого один белый урон, то есть ты там срезаешь оверт нафига. Что-то мне кажется, что скорее сейчас каким-то опять Марсом пахнет. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Просто концептуально. То есть Марс, он просто такой, знаешь, универсальный герой, который хороший. Андерлорд — это герой особенный. Я видела очень хорошую легионку, безумно качественную, от Гэби в Entity вчера, в большом количестве, прям качеством контента навалили. И герои здесь конкретно, я не понимаю нафига существующих, кстати. Почему взяли командира региона? Ну, им нужна атака. Им нужен фронтлайн. Командир региона атаку дает, но фронтлайн, честно говоря, из него слабый. Но это старый выбор против ТБ. Просто Отца неплохо убивает иллюзии. С ней можно задавить, с ней можно побегать по карте, попытаться поубивать, это да, это правда. Ну, скорее, знаешь, просто больше проблема, что она такая полу-АФК, пока хотя бы Блинк там плюс ГУЛМАйну соберется. Не, она быстрая, она быстрая, она за счет... Сейчас легионка, если берет блэдмейл, она может реально убивать людей. Этого достаточно. Вот, при этом собирай блэдмейл, ты на линии не проседаешь. То есть герой сейчас стал гораздо сильнее, чем был. То есть это... Вот этот герой прям вырос невероятно. Между прочим, в пабликах у него самый высокий линрейс среди всех. Именно у Командира легиона. Причем, при том, что... Интересно, что на нее начали сейчас обращать внимание, потому что все главные ее силы, которые начали сейчас использовать, они появились уже давно. То есть у нее вот этот талант бешеный на плюс урон на 10-м левеле и плюс тот скачок по разнице урона за кач ультимейта, то, что у тебя там получается сколько... Сколько у тебя там? Там 25 урона за второй левел в дуэли и еще и плюс талант 50. Нет, там 10-20-30. 20-20, да. Нет, там, по-моему, больше 20 было как раз. Там был неровненький. Это точно. Я на этом герое сыграл очень много. Там 10-20-30, талант дает 8. То есть там больное количество урона с 12-го левела за дуэль? Ну, 20. 20, в принципе, как и было. Прикол. У него прикол в том, что отцы стали очень сильными. Вот отцы невероятно мощные. Они сейчас дают атак спид, они дают кучу дамы же, они удобно кастуются и самое главное, ты можешь их кастануть в дуэли. При этом, как-то у Майла спрашивал, у меня Майл, это суперзунток по механике. Убермах. Вот я у него спрашивал, под каким скиллом в думе вообще можно кастануть скилл. Или там. Вот, он задумался. Вот, на самом деле, если ты задуэлил человека, получил глобал сайленс, получил дум, ты все равно можешь нажать отцы. Даже в таком состоянии. А это дает очень много. Это дэмэш, это лютый атак спид. Тотем сейчас дают мусор, и в целом, в целом у нее проблема в том, что можно, в общем, на лайнинге типа, проиграть, и потом ничего в игре не сделать. Но с котлом, по идее, не должны разматывать андайинга. Вот, единственное, что, конечно, цели тут дуэли, тегур, тб, тени, они такие. Все жирные, да. Ой, ну это вот, это типикал перуанский пик, реально такой, знаешь, на супер экшен, на гоняться за людьми, и... Мужики бегут вперед, а? Слушай, а на самом деле, мне кажется, что это не так плохо, как это чаще всего бывает со свеном, потому что здесь не сказать, что миллиард кайты на него, особенно когда он БКБ собирает, целом, проблему, не сказать, что много. Ну, блин, дашь, на самом деле, тб, он не супер пробивает, кликом цепляться в Огр, и это достаточно, чтобы тебе мешать, ты же не хочешь его убить, правильно? Так ты, когда на свене играешь, ты, по идее, должен убивать, когда у тебя появится там блинк, БКБ и сабля, вот, а к этому моменту один господин Террорблейд, как правило, дофармит себе только Драгонлендс до Монту, и у него еще будет маловато хп, и то, что у него будет для армора, еще не так сильно будет ролять. Ну, то есть, как это вроде практика показывала. Ну, посмотрим, то есть, опять же, есть отцы, здесь есть фиксатив в виде вот этой легионки, которая дуэлят сейчас в ПКБ. В общем, мне видится, что, в принципе, решение прикольное, но, возможно, оно может на таймер посадить. Хотя, вот, опять же, если говорить про какой гиперлейд за 40 минут, а кто сильнее, ТБ или СВН? ТБ, конечно, причем в Розыке. Ой, нет, сомневаюсь, что ты сейчас. Ну, ладно, мы увидим, не буду спорить, но прикольненькое решение, рада видеть, не дефолтный вариант, СВН тоже такой всегда веселый герой в катках. Мы совсем скоро перейдем к этому матчу, друзья, Квест и Спорт сыграют у нас против Бесткоста, и этот матч определяет, пройдут ли в следующую стадию Квеста, или им придется тоже играть Десайдерс, это очень важная для них встреча, для Бесткост тоже с точки зрения посева на Десайдерс, а вам остается только одно, наслаждаться игрой, а остальное все будет за нами. Ох, ну, допустим, ты прав, допустим, ты прав, тогда какие-то расклады? смотри, в общем, прикол, там смысл в том, что у ТБ все равно будет сойти 40-50 армора, вот, ты ничего с этим не сделаешь, все равно тебе будет тяжело. Он стрелок, стрелки все-таки сильнее, чем милишники, и он купит бабочку, ты на СВН вообще как бы не хочешь покупать. При этом, вот этот ультимейт у ТБ, он против СВН тоже крайне мерзкий. Ну, короче, то есть вот ТБ, Огр, Андайинг, мне кажется, СВНу прям неприятно будет, потому что кто там Бул будет разрушать? Эмбер вообще ни разу не ударит. СВН, если будет бить Тамбу, он просто такое колоссальное количество урона потеряет в траке. Командиром Легиона ты тоже не хочешь Тамбу бить. То есть с Андайингом, допустим, проблема не решена. С ТБ проблема не решена. Помимо разбитой Тамбы, кстати, очень много сумбуров несет и шард. Тут реально, то есть много, что рассчитано на такой инста-врыв и моментальный килл, и где-то там может это все и подгадить. Да, ну, у них есть, смотри, что у них прикольно есть. Давай так. Номинально драфт-постов для меня сильнее и проще, и самое главное, это комфортно для них героя. Но у Бесткост есть, получается, вот эта комбинация Котлайн Бирспирита она может, 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 можно где-то зарешать на темпе. И у них есть врыв командира легиона под Global Silence. Вот это тоже до поры до времени может дать им довольно много преимущества, если они будут как-то четко обыгрывать, что там ЛЦ прыгает на полу от этого героя. Остальные бегут как-то его сейвить в это время Свен где-то за боку прыгает и начинает их подрезать. Да. Но если квесты как-то кулаком принимают драки, когда стоит тамба, когда идет вперед Огр под Кримсоном, ну, блин, фестив Кримсон на 0 урона, ЛЦ, она, ну, скорее всего, не убьет. Вот, ну, и Свену вот эта тамбана с пустотом секунд 10 драки прям, не знаю, мне кажется, ноги будут наоборот. Ладно, посмотрим в любом случае без кост на таймере, на мой взгляд, и им тут нужно играть первым номером. Вот, вопрос в том, смогут ли они за минут 30 нарастить довольно много преимущества и больше 10 тысяч. Тут пробивает, кстати, ТБ. Ну, да. 12 армора, стоит под вышкой, приходит там, да, и он. Задача получается без коста это по-быстрому засноубойлись на мидере и хардлейнере и создать достаточно спейсов, чтобы по-быстрому крипочком смог побить свэн. Возможно, поставить как-то еще хорошо, в этом плане котел тоже мастер, можно справиться. Да, хотел себе постакать, это будет прям очень мило с его стороны. Как Паве, очень мило, что постакал. Вот, но по поводу засноуболить миди, у меня тут, может быть, тебя немножко расстроит. Я ни разу не видел, что в даркмага кого-то сноуболил. Да я сейчас увидела, что он крипов что-то из пачки ни одного не добил. Ну, вот, да. И вот в основном он даже не ровно стоит, в основном его там бьют, у него все очень плохо, и потом он как-то пытается найти игру, у него это не получается. Вот то, что я наблюдаю, почти каждую группу против Беспост. Так, а почему два решили уйти? Ну ладно, это неприятно. Здесь, кстати, грамотно, грамотно, не пытается ставить в лоб, сразу выкуливать эту пачку, это разумно, против ондайна, но то, что два хрипа не пришло, это неприятно. Бывает, иногда они даются жару крипы, а тут у Амара небольшие проблемы с хп были, хотя стингер тоже пострадал, еще и гранатку сверху получил. По хп разменялись прям мощно, и один шаг ни в ту сторону, если не перегинится, будет уже фатальным. Тут, на самом деле, мне кажется, на этой половине карты у нас будет больше всего каких-то попыток замеса. Малик вообще, в принципе, мог бы и попробовать сбокануть под таврец, в счет на то, что крипы подошли, но по муспидам мог, скорее всего, не догнать стингера. Мне, кстати, кажется, что Огр эту линию развалит. То есть, он возьмет реально вангвард, потом он просто выиграет этих двух героев в счет ли не один. Да, Огр гига жесткий, я согласна. И Малик его тоже и на DPC показывал, когда играл в Na'Vi. То есть, герой вообще не новый с точки зрения мета и 733 патча, где его переработали, сделали буквально тупым. И выглядит он так же хорошо. Так, а тут как раз и первая кровь получилась, и убить они смогли именно Джим Парка. Это хороший ребят подзаработать на первую кровь. Ну, потому что Огр может просто подходить и убить, убить, а что ты с вами сделаешь? Кливом ты не пробьешь, откинуться ты не можешь, размениваться ты тоже не можешь. Только станчик, дай бог, если не в КД и маны хватает, потому что монопул у господина Свойна маловато. Ну, вот разве что, да. При этом, ну, это сомнительный плюс, конечно, но если Сайленсер где-то залупит Огра, то он с него интеллект и не получит, кстати. Да, да, это тоже одна из фенечек, которая нового Огра принесла. Ну, не сказать, что как бы Сайленсер Саппорта краденый интеллект сильно интересует, но сейчас тем более Сайленсер у нас в таверну пошел, а Паркер снова остался без КП. Но у него есть пласточка, в случае чего может отойти, а с другой стороны получилось еще и с Сакретом разобраться, квесты начинают нести по всем линиям. И на миде при этом всем у нас, кстати, по Крепстату тоже развал идет, 7 клипов праздиться уже на третьей минуте между Эмбером и Тиней. Там тоже что-то все не слава богу. Ну вот по линиям, конечно, тотальный провал. Вверху, кстати, они не камбэкнут, и самое печальное, что герои, которые без кост, ну, они так себе сильны на перетяжке. То есть, если ты ротируешь сюда котла, ну, мне как-то слабо верится, что он там прибьет Огра. То есть, она одежда на Эмберспирита, но Даркмага на Эмберспирите, который играет активно, ну, я не видел, если честно. Это Огрмаг, у которого уже появилось колечко на Реген, у него силы много по дефолту, армор стартовый очень хороший. Да, тут его котла будет мало, чтобы его убить. Тут придется, наверное, четвером стягиваться, чтобы это сделать на таких таймингах. Он вообще, какой у него нетворс, он вообще арканы себе делает, у Свойна, блин, 1300. Настолько все хорошо, что может себе позволить стоять линию без вангварда. 2 кг на третьей минуте, так что, в принципе, понятно. Ну, и, судя по всему, лоски там будет идти. Да, да, ну, и первая кровь тоже, бонус. 2000 на четвертой минуте. Д 500 даже. Даркмага тут хотел побороться за руну воды. Он вообще без руны, что ли, осталось, или нижнем все-таки подобрал? Вообще без руны осталось. Да. Ну, сейчас он, ну, может его прокастиком пробить, на самом деле. Только уже четвертый левел. Вот это странно-то, что он делает, потому что он вместо того, чтобы бить крипов почти... Ладно. Давайте так, убили Саренсера, продолжают размениваться со Свеном, у Свена уже пол-хп, мана кончилась, что делать, непонятно, потому что уже с танчиком ты не отменешься. Фейзы буду делать, чтобы как-то жить. Даркмага! Ну, понятно. Чуть-чуть прокастки не хватило, но стоит отметить, мы это в прошлый раз не отметили, то, что разница-то у них по XP больше, чем пол-левела, но Даркмага еще и по XP очень сильно отстает. По итогу вызывай сюда Скофилда, ну, кстати, обгоняет, хочет приохотиться за Эллирсбери. Так, ему еще точек-точек-точек-точек. Или Деревцо кинуть? Как-то, видимо, урона не хватит через Фенгвард, да. Решил не рисковать. Даже тычка Деревцо не хватит, тут две тычки надо дать. Короче, я что хотел сказать по поводу Даркмага? В ситуации, ладно, тут еще этого бьют. Командер Легиона, потому что шел Коттон сразу у нас реакция идет в квест. Свена убили, разменяли на Рубика. Ну, встретятся просто по всем фронтам. Выглядит как Артур на 20 минут, кажется. Это без Вангварда. Это он без Вангварда. Там, убился Каори Аптавр в итоге. А здесь из Тингера Малек гоняет. Все-таки, размансить не получилось, забрал его Малек, но здесь было мало шансов проживания. А, с другой стороны, Нуб тоже экшен начинает носить. Даркмага попытался сдержать муку за счет Чаинов, который успел на него закинуть. Амар, может быть, фейтболтам дотянется. Он гранатку накинул, чуть-чуть замедлил Даркмага, но маны нет. Нубар, чтобы еще что-нибудь кинуть. Но дерево хватило. В Вангвард, что ли, спал в эту секунду? Или что случилось? Нет, дерево физический урон. А, да, прошу прощения. Прошу прощения. Там, он просто играл и за реферирует ботом. Вот, кстати, руна появляется активно. Повезло, кстати, что потом был рядом. Если стаки заберут, которые тут ухо и делали, тогда ухо, что все прям хорошо. За стакали станы, но есть пост на крипов, хороший бомбилайк. Ну и муспит тоже. Муспит большой, поэтому пока он бежит, остается буквально тычечка, и он нажимает фласку. Это дает ему возможность выжить. Решил развернуться, подбить крипа, который сильно палит в контору, но сейчас это может сыграть и против него. Поставил глубокий вар. Чего? возможно, даже спалился, что поставил. Ну, по-моему, нет, он успел задержаться зайти от крипов в туман войны. Можно пробовать руну украсть. В принципе, 640. Скофил. Размонсил, размонсил. А у него тапочки не было, да? Ну, скорее всего, он прилетал на месте. Так, там салинсер хочет упрость руну. Ничем не может поспособствовать. Да. Ну, надо камбэкать, так это еще параллельно Рубик. Наверное, салинсер будет этому мешать. Ну, хотя бы так. Микроскопичный погащий преимущество. Ну, мини-польза есть, кстати. Так, пару нам один один у нас пробивает командира легиона. Зомби, кстати, в спине, пошло замедление вас там бы, котел в ротечку в тамбу. Пошла задумочка. Слишком ускорился, Сакрад. Вот это причина, почему мы не берем с таким стартом, потом очень крайне тяжело камбэкать. Вот он когда доминирует, да. Да, герой сильный, герой стомбольный, герой, который способен делать все лакелы, но вот такой командир легиона, он не представляет угрозы, если честно. Да, здесь все не слава богу. Не сказать, что в одной легионке какая-то проблема. Провальный абсолютно топ-лейн, без коста, хоть и мидера своего не теряли на стадии лейнинга, но все равно тут проблемы возникали. Да, он просто как бы с точки зрения актом проиграл, мид. Так, вот пришел в сайленсер, пробивает ТБ, но ТБ 15 стиковый два лотоса, еще и капли, тут тяжело будет его убить в любом случае. Так, у нас сражается за руну даркмага, везде его прогоняют. Да, руну он не законтролил в итоге. И Джимпарк нажимает ГДС, видимо, чтобы крипов на линии побить, рядом пофармить, чтобы просто к нему не подходил, хотя бы лишний раз Малик. А Малик может и дождаться момента, когда это закончится, и еще попробует наподдавить, потому что у него уже есть арканы, маны хватит, можно долго повисить с его соперника. Мидас почти есть у Малик. Блин, я тоже даркмара хотел историю рассказать, но она уже неактуальная. Да? Просто он настолько критически ошибся, вот то, что он делал, оно было настолько неправильно. Но знаешь, в ситуации, когда у оппонента есть регена, а у тебя нет регена, размениваться глупо. То есть когда ты, знаешь, бежал там, ну, заряженной руной воды, а у тебя в ботле ничего нету, вот пытаться размениваться, это прям плохо. Когда ты проигрываешь по крипстату, щит огненный нужно тратить на то, чтобы зайти в пачку и за счет него подобивать крипом. Он же с этим щитом побежал размениваться со стене, то есть он два в одном, короче, себя совершенным крипом не подобивал и ресурсов себя выбил, при том, что у него, как бы, регена него, тут смог, кстати, на Свена, видели, но, ну, как с обоем его не убил. Но, как минимум, заставляет менять его в дислокацию. Свена уходит у нас поглубже, Огр с Медасиком и с игрушкой, дальше Пайп, ну, Пайп Кринца, наверное, будет делать. Да, здесь нет смысла как-то выделываться особо, Огр Мак с Медасиком очень быстро набирает деньги и почему вы, собственно, не собрать Аур на команду, как-то у нас меты, по-моему, физически таких поровых с Эбисолом Огр Магов не было особо на про сцене, они все-таки чаще всего именно Аурные были, а здесь эти Ауры еще появятся крайне быстро и просто 0 урона будет у Беспост по кристам. Да. Так, ты пайс, да, ТБ, все начинает ковырять вышку немножко, пошел у нас как-то куда-то за крипа. А что-то он как-то слишком амбициозно пачку бить начал, а на что он вообще рассчитывал? На что он рассчитывал? Зачем он остановился? Он просто хотел. Хоть он не рассчитывал, он просто хотел. Как этот бубужонок в меме такой, хочу арпус и все. Надо побить. Надо побить крипа срочно. Каваря. Дракмага даже, даже ондайн его не уважает. Инук пришел и подтянулся и фраг забрал. Младенька. Да. Ну вот примерно вот так вот игры у Дракмага почему-то и выглядят. Особенно на Эмбриспирити. Вот он 6-ой по Нетворсу, пытается убить саппорта, погибнет. Если в следующий раз возникнет подобная ситуация, он так же поступит. Сакрот прилетел только что с таверны. Попытается напасть. А тут до сих пор мета еще работает. Урон-то много. Можно было попробовать наподдавить, но ушел. Ну, подсусти, без него не решили, потому что контроля не хватит, наверное. Что-то он как-то так хайпово прилетел. Так. Антань, активирует у Тимаэд. Начинает бить Стингера. Пробивает у нас Стингера. Тут что-то не по шансам. Зашел Сайленсер, пришлось ему выйти, с Кофилду очень больно, но начинает и Даркмага пробивать, разбивает Тамбу, забирает Каори. Наконец-то какие-то денежки себе подзаработал, но теперь само Каори начинает с трех сторон окружать, пытается уйти по Т2-вышку. На всех ремнантах это вышло сделать. Но Стан все равно славил от Малека, он вышел с Т2 и сразу прокасту дает и инстансмерть. Да. Судьба его опередила. Ну, могли как-то играть без Коста, если в Даркмага не так сильно проиграл, но если бы как-то совершал ротации, но он стоит в статическом мире и погибает в очередной раз. Это ему уже нужна помощь. Ему уже нужна помощь. Свен у нас. Ну, возможно, скоро догонит Тима, начинает он пармить, но... Но я не верю, что Свен может победить Огр, ТП. В такой игре точно уже нет. И сам Свен не сказать, что какой-то гигачат. Он здесь среди статистический фармер. Не сильно отстает он от ТБ, но все равно трудно что-то противопоставить. И нужен какой-то оверфарм, дичайший, хотя бы один какой-то рабочий саппер с контролем, а здесь с этим проблемки. Здесь вообще из контроля беда какая-то, разве что под дуэль Легионку надеется, а Легионка там вообще не готова. Ну да, эта игра стремительно начинает терять надежду на какие-то камбэки, прям сильно лететь начали без кост, поэтому, друзья, я расскажу вам еще одну интересную фишечку, то, что есть возможность попасть, так, кажется, попасть в передрягу для квестов или нет? Как-то борьба за вардой? Нет, там только там пока вардой. Не, а хотя, ну, Вот, кстати, с блинком атакуют. Дабл демош еще есть, так что там вообще шансов было. Так вот, у вас есть хороший шанс ворваться на повстомп, который будет в Москве проходить, чтобы посмотреть финал Реард Мастерс в такой более человой обстановке, нежели чем просто обычный просмотр дома благодаря нашим партнерам. И на площадке у вас там будут триммеры, тематические, да, турниры один на один и куча многих других вещей. И участвуйте в розыгрыше у нас по баннерам подрасляться для того, чтобы получить эту путевочку. А у нас тут пока что Скоуфилд попался тоже под раздачу, но пока еще вроде жив, дерево его не добило, попытаются убить сапкрипов и у него получилось. Ну, маленький плюсик. Карандашом. Да, там, кстати, Свойна сбили Терепорт, приходит сюда ТА-2000. Есть рядом, кстати, командир легиона. Просто бегает. Отвлекает на себя внимание. Батя на пару тычек. Пошел стан. Ну, да, это же вот. Число кого-то убить. Во-первых, нету дамажа. Во-вторых, оппонент укрепляется постоянно по хп. А в очередной заправляется авторирована сэмбиргспирит. Это уже какой-то четвертый или третий. Ладно, неважно. Давай, скоро с вами, ну, пармит своим спусом, пармит Свойн просит. Да, это убили вегона еще раз. Сможете ли он тут камбэкнуть? И что должно произойти? И как должны стать квесты, чтобы сван всех, кто убивал? Большой вопрос. И есть подозрение, что они так не сделают. Игра стремительно катится к дну, без пост. и пока что все выглядит очень несперспективно. Ну, посмотрим, как эти проблемы могут решить. Какие ты вообще ауты видишь? Что можно сделать? Без пост? Да. Он дайнга убить. Он дайнга убить? Ну, что-то он какой-то слишком крупный. Но получилось. Сакры все-таки справился с первой дуэлью. Поздравляем. Это первая левела дуэлька, скорее всего. Что-то не выглядит у него как будто... Так, теперь под глобалом нападает на Рубика. Под файпок, конечно, тяжело убить. Да, еще а Мартус... Рубик до сих пор живет. Выжил. Помог забрать Саленсера. Только после этого погибает от Дартмага его фестов. Но нуб еще остается. В принципе, плюс-минус пулловый. Но пока у него спилы на кд. Хочет он немного перестроиться и дождаться отката хотя бы гречки. Сакрыд пошел с бэдмейлом на нуба. Хорошая была попытка от него. Ну точно не мог атаковать убийцу в этот бэдмейл. И Дартмага забрал еще хосту на хосте. Можно попробовать почизить. Малик лоу хп. Его забирают. И догнать нуба. Догнать нуба на хосте. Это же можно сделать. Но откидывает Тосом. Он не успел нажать привязку или у него не было привязки. Почему-то он его отпустил. Была привязка. Просто кисты нажала, а привязку нет. Ну, он на первой левел. Там миллисекунда нужна была, чтобы подсанить, чтобы остальные успели добежать. Ну, неплохо. Хоть какой-то камбэк. Самое главное это камбэк по экспе. Единственная проблема в том, что потратили и потратили на баллу. И сразу же кусты выходят у нас в контратаку. Ну, даже не стал как-то возвращаться на вазу рефилиться. Поскольку кусты... Ну, вернее, не кусты, а без кост. Они после драки остались биты и просто выбирают сейчас. Так, нету еще ГДСа. И сразу же выпадают на свой наверху, на свой находит в лес. Нужно понимать, что он там пармит в тегиточках. Так. Какие у нас тут планы Огрмак с Инжу делает? Это, видимо, от дуэли, да? Чтобы по КБ не тратиться собирать. Возможно. Ну, противостоянный хороший артефакт еще, если он дизарм возьмет. Вот, потому в целом логика в этом есть. Так, пошел у нас ТОС. Антивирует ГУДМЭЛ. Пошел ТТ, немножко ускорили, но пошло замедление, да, тут подальше проверну на СЭК. Ну, дует Кот, он там все под Пайпой. Да, тут, во-первых, Пайпау, во-вторых, толпа народу, в третьем пачка вторая подходила бы, и там долго все равно бы он не постоял, чтобы так задувать. Так что с вышкой придется проститься. И, возможно, квесты могут выкрепить минутку времени, чтобы на Рошана переключиться, чтобы увеличить этот сноубол и пройтись по всем татбовышкам. Хотя такое ощущение, что они могут это довольно безнаказанно сделать и без Аегиса. Да, ну, такое течение хитроек у нас устраивает. Они периодически убивают героя, фармят больше, разрушают объекты. Преимущество увеличивает силы и гейт за ними. Так. Курьер можно прибить. Есть. Так, ну, бонус, сабля появилась. Сабля, блинг. Все взрывного урона хватает. Да, да, по урону как раз только что бафнулся, это правда. Эмбер Спирит у нас внизу пытается нафармить себе молнии. Так, а тут вот, а не, опять на ЛЦ. Кинули, убили, ну, мы это уже видели. Ну, пиков получается очень хорошо у квестов. Пытаются найти себе пространство пофармить без кост, чтобы хоть какие-то шмотки набить, потому что 6000 лего, 6000 эмбер, слишком мало нетверса у них. Конкурентоспособности никакой не могут показать с точки зрения хотя бы там файтов в меньшинстве даже если находится квеста. И надо, чтобы придумывать. Даже условно ондаинг уже 10 минут как является большой проблемой, его просто не завалить. Стингер, очень хайпово фарминг крипов в лесах. Да, без костового тема стера которых выносят кучу раз, они начинают разглядаться по карте, везде каждый начинает фармить. Курицу сейчас точно начну убить, смотри, но он уже понял, что цена его жизни будет, но курицу он так и не убил, к сожалению. Я не сомневался, что знаешь, у тебя всегда в таких ситуациях выбор, попробовать убить курьера или там допустим спрятаться, вот без коста они попробуют убить курьера всегда, даже если бы это был бы, не знаю, в своем какой-то тоже бы напал. Так, ну че, с другой стороны есть плюс, карта большая, преимущество растет не так сильно, ну пока ждем перезарядку ТБ-ть нет и потом возможно какой-то выход. Но вот ТБ-ть довольно далеко, он вообще парни своей дешейки. Замет, еще 20 секунд. Скади на подходе в принципе, есть кстати блин к НЛЦ, можно пойти попробовать кого-то убить. Но вот квест наверное для без кост в этом плане очень неудобный соперник, потому что ТА-2000 обычно играет очень глубоко и аккуратно, а все остальные герои они ходят минимум втроем, втроем, в четвером, вот и в этом плане вообще. И у них это получается прям очень хорошо. А найти какую-то одну цель, на которой ты КБ мне же будет крайне тяжело, ну даже сейчас обратил внимание, они все равно по парам играют. Вроде как здесь он-дайинг, но его страхуют оба. Вверху бегает Тинни, но ему помогает Рубик. В этом плане. В этом плане они хороши. БКБшку хочет. Да, БКБшка есть у Свена, причем пока это вроде пока его достояние, там что сабли до БКБ. Вроде как должно быть готово на врыв все. Или у меня там блинк сейчас есть. Какой-то шмоточки у него я на ней. Почти там покажут, посмотрим. Зато строится. Почти с Кадзи, Косарь остался. Джим Парк. Да, сабли, БКБ и Мом у него, нет у него блинка, из-за этого трудно будет позицию на врыв занять, но возможно получится как-то поцетапить под него убийство. Уроночка может хватить, убить какого-нибудь саппорта. С террором уже справиться будет сложно, у него хп многовато. Тинни тоже не робкого десятка, не факт, что его получится как-то завалить за один врыв, да и даже про Малико тоже сказать такое не получится. Тем более, что Аура уже миллиард у команд, они сильно окрепли, 8000 перевеса дают о себе знать на 20-ой минуте это огромная цифра. Майка мне кажется больше всего вообще хп всех. Да, конечно, герой жирный такой. Так, ну, чуть-чуть до БКБ осталось, пока замедлилась у нас немножко игра, квесты ждут перехода Рошана на светлую сторону, ну, и при этом дофармливать свой артефакт. Алибарда появляется у Огра, 200 хп, вот, как раз уже есть такая небольшая управа на Свена. Интересно, кстати, что он Кримсон скипнул, прям не собрал средний, скипнул, просто вышел сразу в юзабельные артефакты, вот, хотя Кримсон, конечно, здесь, особенно, когда ты так ведешь и мало до нашего оппонента, Кримсон будет сделать очень много, ну, без Коста, очевидно, они не пойдут в Крошана, ну, что-то, это самоубийство, да, это того не стоит, абсолютно, здесь они 5 на 5 ничего не смогут показать, это не та ситуация. не догадываются, не догадываются, уходят под мид, уходят под мид, думают, что позже его забудут. Они думают, что они терзателя забирают сейчас. А то ТПшки, но без Коста готова. Джимпарк, уже нажал все, обрываются в кого-то, а сервер показывает, там уголочек драки, но кого-то там сильно бьют, вот это был Малик, и Малик вроде как пытаются забрать, он рожал все ауры, не смог выбраться по-настоящему, хотя на и пришлось 2 хп поменяться, потому что у него была Егис, а Егис был потерян только что, Малик тоже еле живой, но потерялся уже Джимпарк, он погиб, и теперь ударной сил остается не так много, хотя Сакрит еще более-менее целый, может попробовать развернуться, но сейчас его преследует уже трое, а остальная команда отступила, так что теперь эта потеря будет еще и одного героя, Кора, да, 3 в 1 драка, заметила, вот это, вот один в один то, что тебе рассказывает, прыгает Свен, получает стан, потом получает тост, теряет пол хп, нажимает бкб, начинает бить, я до этого это наблюдал, блин, прям кучу раз, вот если он сразу нажимал бкб, он скорее всего убьет героя, не потеряет пол хп, так, вот так встреча, котел просто на шар вышел, ага, ну у него повис, тяжело увидеть, ну и быстрый просто, ну все-таки с блинком одноразовым, он не так быстро бегает, пока блинка на кулдауне, ожидаться приходится, давай будем считать, что в этой игре будет жадничать с бкбшкой Джим Паркер, пока что 100%, один из одного, это грех каждого керри, пусть первый кинет камень тот, кто играл на керри и не нажал вовремя бкб, потому что захотел поэффективнее его использовать, ну да, но обычно ты перестраиваешься, какой-то момент все-таки начинаешь его нажимать, или там нажимаешь с ним-то шансом, вот тут не нажимает вообще почти никогда, именно вот на такой врыв в одну цель, в любом случае есть какой-то маленький крит уже, блин, ты видел, как он угрож тяжело пробивал, прям вообще, а это при том, что он еще без крит, да, это да, ну и меня вообще больше всего удивляет в этой игре то, что она длится, так как достаточно долго по сравнению с тем, что могло бы быть, но все-таки с тавер-дэмэджем пока решили не делать каких-то особенных поступлений, хотя с другой стороны сейчас и АИГС был потерян, может и рисковать не хотят, все-таки, реально каждая карта важна, я вот пока чекала параллельно, что у нас происходило в матчах, там вот у нас экзекрешн, одну карту все-таки как-то уэнтити отжали, и поэтому они с Virtus.pro на равных и перегровки играют, это был момент, еще хотела сейчас заметить, можете я представить ситуацию, панды играют с медовым тинкером, но проигрывают карту Сикрет за 16 минут, ну с тинкером иногда так и происходит, кстати, ну ты либо должен быстро выиграть, либо это долго гонят, не, ну 16 минут, это мне кажется самая быстрая катка пока на плей-ине, хотя у нас много каток около 20 минут, но 16 это вообще качество правиль, сакр, 16 это прям супер-быстрый, но с другой стороны не забывай, что это панды, они могут написать, ну 9 тысяч будут проигрывать, они могут написать, да, это на салоне соло и рамзес из золотого состава ВП, да, но это именно специфика панд, что они могут заранее написать ГГ, не сражаясь, так в принципе больше никто не делает, потому, но что-то действительно наверное рекорд, так, баунти пытался украсть у нас дарк мага, вот мы ему объяснили, что это не его, так, Огр у нас забегает, кстати, кольцо подстрелил, вот еще, как кольцо работает? какое? вот это, вот это кольцо, которое, кольцо визиря, по-моему, называется, которое дает тебе кастрэнш, но снижает, он снижает монопул или интеллект? по-моему, монопул, монопул, можно загуглить, да, потому, что если бы он снижал интеллект, тогда Огр вообще было кофе, но знаешь, это как раз в этом был прикол переработки разных шмоток, то, что делали так, чтобы не было бесполезных дебафов, и там, то, что с универсалами там делали, как и резали под них все шмотки какие-то, то, что вокруг Агр отворилось из-за того, что ему сделали снижали по столу интеллекта. Так что в этом плане дота продумана. Так, добрались все-таки к вышке у нас квесты, вот, чтобы не случилось, но преимущество, но все-таки немножко растет, наверное, в основном это за счет Агромана, который не дашь активно использует. вот он у нас устанавливает во рты, потому что у нас разбитие, но уловит его тени, за такую наглость отправлять с автаверны у нас с кофе, и вышку будет разрушать. Пойдут ли дальше? Или примутся за Терзателя? Мне кажется, что можно пойти дальше, попробовать, хоть и нет. А тут, смотри, активирует БКБ СВН, смотрим, нажмет ли БКБ или нет. Так, но пока только ГДС, пока только ГДС, зашел в Инвизиан, без неуязвимости, набрасывается на Наиву, пытается его избить, очень много хп-п-серял, успеет Александр нажать, не успевает, погибает, отличная работа, и Малека тоже пытаются убить, Джимпарк много дэмэджа наносит, еще и Даркмага помогает, но пока что Малек жив, потому что забрался в Тамбу, и Тамбу никто бить не хочет, слишком много времени это займет, слишком много тричей придется на это дать, гоняется за Нубом, Нуб нажал БКБ, пытается пробить Джимпарка, краденый стан, встанет Джимпарка, и за этого сейчас может и отъехать, кстати, пытается отожраться от Нуба, но все-таки дэмэджа оказалось больше, и Нуб до сих пор, через пайпу, не может нанести дэмэдж, и Нуб тоже, и за этого сыпется вся команда, Так хайпово начиналась эта драка, и в итоге тимбайп, исполнение команды квеста, ой-ой-ой, как же тут, а как же тут все на микро, хорошо было кестами разыгранное, вот эти 0 кп, на которых, ну куда продолжал драться, вот эта Тамба, которая в итоге Малек засейвила, прям хорошо. Ну видишь, качается БКБшки, там была тамба, вот мы видели, как раз подходили к хайграунд, у нас квесты, тамба стояла вообще кубова, никто не трогал, а когда кончается БКБшки, оказывается, что Рубик со станом, замедлением образа дизарма, ну давай сейчас, вот, вы ездите, балл, да, ну, заглобал смогли параблизываться, у меня БКБшками, при том, что, кстати, ТБ, за БКБшками смог победить, например, легионный летом, да, ну тут просто, просто бегут и кайфы, у меня БКБшек нету, да, с вами на рассказе, о Марке, как тут станом, зарешал очень сильно, потому что именно за это время, большую часть заморочных парк случил, если бы у него эти, 400 хп были на месте, он ББа убил, и Малик, скорее всего, придет, ну, они бы с ним не играли, если бы ему было столько хп, да, там выхода не было, ну, как раз ему было некуда бежать уже, может быть, он бы не нападал, у него, у него, у него, у него, у него, он же тоже смотрит, смотрит, сколько хп, ТБ, кстати, ну, сатаник, сатаник, возможно, потому что просто, мейнфайт, пайтится со Звеном, с одной стороны, с другой стороны, можно глобал скинуть, тут напали, кстати, на Сайенсера, глобала не будет, или будет, нет, не будет, опа, хороший смок, фишечки, фишечки, про джектайл, задушить смоку, уважаем, дорогой ценой, да, слушай, все равно, вы с базы выходите, ну, а может быть, как-то в спину пойти, теперь такой возможности не будет, ну, хотя ладно, может быть, у них есть еще один смок, так, приходит сюда, котл опять устанавливает, вардик, видят ли тени, да, о, теперь точно видят, так, прогревает его, ну, тени хорошо окружили, но как-то не хватает дэмэджа, пока Свен не подошел, со Свеном уже хватило, все, есть, сняли огромный стрик, год лайк был стрик, и 2000 золота за его убийство команда получила, кайф, все-таки получается у них огрызаться в каких-то моментах, где-то мало-помалу, но что-то дергать с квестов, и шатать им нервы, и сейчас квесты, которые могли бы агрессивнее играть на вражеской половине карты, будут сидеть, чилить и думать, как бы им подстроиться под Рошана, и забрать его желательно бескровно, а вот, кстати, сатаник, про который ты говорил, на месте, да, да, кольцо дает минус 15%, подожди, подожди, там в смоках бегут без коста, они готовы нападать, джим парк, у него все не в откате, но нет дуэли, с минусов, Сокрет чекнул лицом, не пострадал за это, пока еще ничего не потрачено, но без кост потеряли преимущество позиции внезапности, так что, скорее всего, продолжать эту атаку уже не получится. Дерзкие, да, какие? Да, да. 15 тысяч, 32-10, но дерзкие, ну, вот это фирменное без кост. И, я думаю, все любители перуанской доты и любят этих горячих мальчиков, потому что они очень часто так делают, и здесь очень интересно то, что иногда таких моментов, если прям не ждут. Да, да, вот это реальный, с одной стороны, этого не ждешь, а с другой стороны, за ними интересно смотреть, даже если они как-то проигруют, причем проигрывают вновь, сейчас они в салаты проигрывают, да, и тут вопросик еще, хотя Джим Парк на вот этом файте, вот на этом убийстве тени и ТБ, он очень сильно поднялся по Нетурусу, он всего лишь на 2000, и теперь отстает от ТБ, совершенно не такая сумма, как была раньше. Интересно, почему он выбрал именно Сильвер, а не Дайдалус? Инвиз неуязвимость, слушай, вот после вчерашнего дня, я перестала задаваться этим вопросом, инвиз реально неуязвимость. И в последнем файте на ХГ, когда он за Т-3 вышку боролся, он как раз обошел всю команду и стал спину наиво бить, именно благодаря тому, что в Сильвере же был. Ну, кстати, да, кстати, да, ты права. Никто, сутрики, по тебя не ставит, когда в атаку готовятся. Действительно, но теперь ты не знаешь, что ты у него Сильвере же, с одной стороны. Вот вчера была катка Астра и Энтити, там был просто мега момент, сейчас тут правда ДАФ Мага, скорее всего, убьют, успеет ли ясно пить. Да не, ну как? Ну, можно успеть уступить? Контрольчик, контрольчик, хексик. Там хекс, ага. Так вот, там был вчера легендарный момент, тут как раз на этой зоне, в лесочке перед Рошаном за стороны Силсвета, просто спрятались в кустах все Энтити, и они только купили на все деньги рефрешер на Энигму, и там можно было дать два очень хайпового плэхола, игра была супер равная. Ну, а Медуза в Сильвер Эдже в Инвизе зашла, спалила всю контору и сразу же пахнули эту Энигму, и они ничего не сделали, сразу ГУК написали. Просто потому, что челы там окопались, стояли минуту, но под себя Синтрек не поставили. Спешит Паркер дофармить МКБ, очень-очень спешит, ему, кстати, чуть-чуть остается, блин, и тут заходят тогда уже хрусты. Ну, блин, ну как хочется МКБ добрать? Удивительно, что Кэс решили рисковать без Рошана, хотя до него осталось его 10 секундов таймера, но воспользовались тем, что Дарк Мага нет, будут пытаться разводить его на байбэк или просто сносить в стороны, пока он думает сидит. Так, пока он сидит, думает, и пока Синтрек фармит МКБ, можно уже и вторую сторону потерять, а вот это уже можно быть критиком. Так, вышку разрушили. Тинни с Ёлкой просто, он Шардон, да? Потому что Ёлка мне не ставится, да? Да, Шардон, Шардон. Шардон. Ну что, с две стороны стесли, можно и на Рошанчик пойти, пока тот Бискос будет расстрелён. А все потому, что человек решил пачку пофармить. Интересно. Раньше, кстати, он мог выпрямить ко мне Тинни на духа, но теперь, возможно, теперь, возможно, не успевает, кстати. Да, разве там вот этот промежуточек между микростанами его поменяли? Нет, там поменяли то, что Кастайм теперь на прыжке есть. Он маленький, но он есть. А, да-да-да, точно, точно. Там 0,1, да, возможно, он просто не успевает, раньше точно успевал. Раньше можно было все что-то. Теперь Шардон пошёл. Ой, как он пошёл. Что же он так вперёд лицом торговать вышел? Погиб в секунду без байбэка. Ой, 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 это что было? Зачем он так бежал? Куда он ломился? Что там было? Я не знаю, Это он тебя послушал, Даша. Он просто послушал тебя, ему сказали, инвиз это неуязвимость, он такой, ну ладно, я пошёл. А тут внезапно оказался, причём, там, один из немногих сентряков, три сентрика стоит на карте, один из них оказался именно там, где он помер. Да, да, а там клятая сентрия. Клятая сентрия. ГГ. Я бы тоже после такого написал, если мне человек доказывал, что в своей команде там, инвиз неуязвимость, беги, я такой, да, хорошо. А потом, ну всё, он бегает. Инвиз неуязвимость, пока люди не покупают сентрики. А что ж? Это, знаешь, это мораль сегодняшней катки, по крайней мере, первой. Из минусов, удивлений никаких не произошло, то, что мы ожидали в статусе в Марито здесь квест, они вообще без труда забрали первую карту, не считая парочки удачных моментов от бескост, вся карта у них пошла наприкосяк буквально с нулевой. Да и драфт тоже был такой всё-таки экспериментальный с точки зрения того, что ты говорил, то, что они на таймере сидят. По факту так и получилось, то, что и таймер сразу отрезали, сноубола никакого с нулевой не пошло, а дальше аутов было маловато. Но пытались сделать что-то. Граться за попытку, nice try, без кост, но, увы, ничего такого особенного. Это самая худшая ситуация, когда, ну, у тебя драфт построен на доминации, и ты на таймере, ты начинаешь с того, что проигрываешь, там, может, тысячу или две, там, на третьей минуте. На самом деле, уже чуть ли не гоня можно описать в такой ситуации. Вот, и это грустно. Хотя текущая дота, конечно, допускает камбэки, даже в таких ситуациях. Я не раз это видел. Вот, к примеру, может просто вот этому Свену, допустим, он возьмёт большой крит, два крита подряд, он может влупить и просто поубивать людей. Такое может быть. Действительно. И здесь тоже, кстати, вот он забегал там SilverEdge с МКБ. Единственное, конечно, чем мне не нравится SilverEdge на Свене, это тем, что ты, когда, допустим, находишь какую-то цель, ну, ты даёшь плюху и потом нажимаешь, типа, утимейт, и потом начинаешь бить. То есть, ты тратишь время на это. А заранее нажимать утимейт и бежать у SilverEdge, это, ну, рисково. Так, давай сату посмотрим, что тут интересного. Там из интересного, что... 38 вон он набрал. Да, там по статистике Naive особо-то в игру не успел выйти. То есть, у него КД на фоне остальных вообще почти нулевой. У него же 2-1-9. что он план-б. Да, да. Он план-б, но хватило даже плана-а. Там вот Рубик, кстати, Амар на Рубике, вот, который раз смотрю за квестами, они просто ферст-пикуют Рубика. Неважно, там есть, никого нету, просто его ферст-пикуют. И вот постоянно вот такая игра, 6-2-22. Прям... Это реинкарнация Ябзора, судя по всему. Отчасти да. Отчасти да. Только Ябзор, как-то знаешь, он больше находил какие-то соло-килы, там где-то подфармливал, и потом его в тимфайтах делал много. Амар именно на перемещениях, особенно на перемещениях центральной линии, и потом он очень активно играет с мубом. Если за ним будешь следить, они часто играют в паре. Да, да. Он стоит сзади, если что, готов погибнуть, если что, готов подставиться. Если ничего не произойдет, ничего страшного, он потерял время, а если что-то произойдет, он как бы стоит на подмоге, всегда готов. 35-10. Ну, разносится полная. Накалиточная карта, да, хоть она и довольно долго продлилась по меркам соседней встречи панта с Сикретами, там, может быть, пока мы смотрим, и вторая карта закончится. Успела, кстати, на всякий случай чек? Нет, не успела. Нет, там пауза, наверное. Да, 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 какая пауза, что-то минут 10-то максимум. Так что будем смотреть, чем-то закончиться, потому что пока у нас ситуация такая, то, что квест укрепились, они уже, кстати, они уже по итогу вины этой карты, из-за того, что панды проиграли первую, вышли гарантированно в топ-2, необходимый для них, все. Теперь следующую карту можно доигрывать уже в более расслабленном состоянии, в принципе, они вышли в следующую стадию без Десайдерс-матчей. Панды себе сильно подгадили, они теперь с экстримами будут спорить, еще там неясно, что экстрим творится, нужно будет заглянуть на соседнюю трансляцию, или вы, друзья, перемещаетесь на ред-зону, чтобы узнать, что происходит в этом матче, потому что экстрим тоже очень важно побеждать. OG тоже есть шансы выбраться, но экстрим гораздо ближе к этому находится, тоже буквально в одной карте, особенно если панды сейчас и сиклинам вторую отдадут. Очень-очень напряженная ситуация, которая будет продолжаться, друзья. Я вам напомню про то, что вы можете поучаствовать в розыгрыше у нас, в котором поездка на интро разыгрывается, джерси, тундры и джи-джи, айфоны, пс-5, еще куча других призов. Просто нажимайте на банны по трансляции, получайте билетик на розыгрыше, чекайте результаты 7 августа в телеграм-канале Paragon Events. А мы уходим на небольшую паузу, чтобы прощекать, что там происходит по соседству, и дождаться следующей карты здесь.